Студия подкастов Радио Свобода. Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моём подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым накануне инаугурации 46-го президента США поговорим об отношении Белого дома к искусству. Среди затронутых тем книги для Байдена и Путина «Меценаты в Белом доме», «Америка без Министерства культуры», «Инаугурация с ирландским роком». Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Самая старая демократия в мире? Америка гордится тем, что никакие катаклизмы не меняют распорядок смены власти в Белом доме. Даже штурм Капитолия сторонниками президента Трампа, который привёл в ужас страну и мир, не повлиял на календарь. В полдень 20 января состоится инаугурация Джо Байдена. При этом до сих пор не ясно, как именно она пройдёт в условиях пандемии и новых угроз со стороны анархистов. Тем не менее, инаугурация – это праздник демократии, и мы посвятим наш сегодняшний выпуск тому, что украшает каждое президентство – искусство. Мы поговорим об этой непременной части обихода Белого дома. Каждый президент выбирал себе музы по вкусу. Скажем, Рейган, отличный наездник, поставил в свой кабинет бронзовую статуэтку ковбоя работы знаменитого скульптора и портретиста Дальнего Дикого Запада Фредерика Ремингтона. А Клинтон повесил на стену абстрактную картину Вильмада Кунига «Композиция номер пять». Какими будут музы в Белом доме Байдена, ещё мало известно, но советчиков уже хватает. Нью-Йорк Таймс обратилась к 22 американским писателям с просьбой посоветовать новому президенту книгу, которая поможет ему управлять страной. Почти все выбрали исторические труды. Тут и замечательная монография Рона Чернова о Вашингтоне, и биография Калвина Куледжа, и, что меня особенно обрадовала, книга моего любимого президента Вацлава Гавила «Искусство невозможного». Соломон, я предлагаю нам с вами включиться в эту игру и тоже посоветовать Джо Байдену полезную книгу. Что бы вы ему порекомендовали? Я порекомендовал бы ему те две книги, к которым я постоянно обращаюсь здесь, живучи в Нью-Йорке уже 40 с лишним лет. Это книги американцев, изданные на английском языке, естественно. Каждая из них имела в своё время большой и шумный успех. Обе стоят у меня на полке. Я всё-таки до сих пор предпочитаю книги снимать с полки, а не искать их в компьютере. Я к ним постоянно обращаюсь. Причём они очень разные. Одна книга, она скорее популярного типа, написала её очень интересная женщина по имени Сьюзан Месси, которая сейчас уже исполнилась 8 января 90 лет. Впервые она появилась на площадке российской культуры, когда её муж Роберт Месси опубликовал бестселлер, в своё время это был грандиозный бестселлер, Николая Александра «Жизни, смерти и гибели Николая II». Книжка вышла в 1967 году, но до сих пор, я думаю, ничего лучшего на эту тему американцами не написано. Написал книгу Роберт Месси, но Сьюзан, тогда его жена, они в браке состояли с 1954 по 1990 год, и после этого развелись. Что само по себе чрезвычайно, мне кажется, интересно и занимательно. Она участвовала в том, что называется, research, исследование источников для этой книги, помогала своему тогдашнему мужу Роберту. А позднее, в 1980 году, написала книгу под названием «Страна жар птицы. Красота старой России». Это был такой популярный, но очень качественный обзор русской культуры от Киевской Руси до Дягилева, Строинского и Авангарда. И у этой книги была особая судьба, политическая, я бы сказал, такая судьба. Чрезвычайно значительную роль она сыграла в отношении тогдашнего президента Соединенных Штатов Рейгана России. Он через эту книгу вообще познакомился с русской культурой. Он прочел эту книгу, она ему очень понравилась. Он пригласил Сьюзан Месси в Белый дом. И это положило начало дружбе, я бы даже сказал, между Сьюзан и Рейганом. По ее словам, он ее приглашал десятки раз в Белый дом для бесед о России. Она стала его таким неформальным советником по русским делам. Как вы считаете, значит ли это, что конец Холодной войны был не без влияния этой книги? Абсолютно. В том-то и дело. Это вообще редкостный случай, когда книга по истории и культурой сыграла вот такую существенную роль в реальных событиях. В этом смысле это для меня уникальный пример. Сьюзан остается мне только позавидовать в этом отношении. Ну вот действительно свезло человеку во всех отношениях. И дело дошло до того, что президент Рейган одно время серьезно подумывал о том, чтобы назначить Сьюзан послом Соединенных Штатов в Советском Союзе. Это в итоге не сложилось, но все равно влияние ее на реальную политику было очень-очень существенно, может быть, больше, чем влияние каких бы то ни было политических назначенцев в этом смысле у Рейгана. Вот он был такого рода президентом. Она научила его знаменитому изречению «доверяй, но проверяй». Trust but verify в переводе на английский язык. Он использовал часто этот афоризм. И так она называла свой мемуар изданы сравнительно недавно «Доверяй, но проверяй. Рейган, Россия, я». И она имела право на такой заголовок. Как эта книга поможет Байвину? Она тоже его познакомит с основами русской культуры. Я далеко не уверен, что он знаком с ней, хотя бы даже в том объеме, который предлагает Сьюзан Месси. Это занимательное чтение, легко, увлекательно изложена культурная история России. И там минимум ошибок. Есть, конечно, как полагается, на еврейского актера из знаменитого еврейского театра. Зускина называется, Зискиндом. Ну, это вот такие вот мелочи, можно простить. А так нет, очень квалифицированно написано. А вот другая книга, она, конечно, совсем, что называется, в иной весовой категории находится, если угодно. Это книга Джеймса Биллингтона, который умер в 2018 году в возрасте 89 лет. Книжка – это его «Икона и топор», изданная в 1966 году. То есть в этом году этой книге исполнится 55 лет. И, по-моему, она тоже остается лучшим, вот таким серьезным интеллектуальным введением в русскую культуру. И хочу здесь добавить, что Биллингтону мы с вами, Саша, вручали, и это было, по-моему, очень такой славной оказией, премию нашу «Либерти» за укрепление российско-американских культурных связей. Я очень горячо одобряю ваш выбор, особенно Биллингтона, потому что это классическая книга, которая позволяет понять, как теперь модно говорить, паттерны русской культуры. «Икона и топор», чередование святости и насилия. И эта вот круговерть, которая продолжается в «Русской истории сегодня», очень точно описана Биллингтоном в его книге. Он называет это «Иронией русской истории». Не все понимают это слово во зловещем контексте. Интересно, когда мы с вами давали премию Биллингтона, это было в Вашингтоне, мы его спросили, а что вы читаете, когда вы хотите понять современную русскую историю? Он говорит, ну как что, «Войну и мир». Мне очень понравился этот ответ. Но вы знаете, если бы я выбрал книгу, которую Джо Байдену следует прочесть, а скорее всего перечесть, то это будет книжка не о русской истории, а об американской. Вся королевская разница. Байден приходит в «Белый дом» в очень тревожную установку. Это очень опасная ситуация, когда страна так сильно разделена. И книга Роберта Пэна Уоррена о знаменитом популисте, южанине Вилли Старке, это вымышленная фигура, но эта фигура на самом деле настоящая, и более того, она чрезвычайно жива и сегодня. И об этом должен помнить президент всегда, о том, что он президент не своей партии, а президент всех американцев, в том числе тех, которые голосовали и продолжают верить в победу Трампу. Книга Роберта Пэна Уоррена, которая вскрывает анатомию популизма, должна быть на письменном столе нового президента. Всяком случае, она точно не повредит. Тем более, что этот роман – одно из высших достижений американской прозы. Но раз уж мы заговорили о советах и записались в советчики, давайте заодно порекомендуем книгу и другому президенту, Владимиру Путину. Что бы вы посоветовали? Я не знаю, может быть, мой выбор будет казаться парадоксальным, но я бы предложил ему не какое-то исследование, не какой-то культурологический или политический трактат, а предложил бы почитать книжечку-стиху в переводе на русский язык американского поэта Роберта Фроста, патриарха американской поэзии и, быть может, самого влиятельного американского поэта на протяжении многих лет. Я с Фростом познакомился здесь, не лично, конечно, с Фростом, а с его творчеством. Здесь, в Нью-Йорке, с подачи Бродского, который был огромнейшим поклонником Фроста, его замечательно интерпретировал. И от него я впервые услышал замечательную строчку из Фроста «Забор хороший у соседей добрый». Это был перевод Бродского, или он цитировал чей-то другой перевод. И я, в связи с нашими размышлениями о том, что можно было бы предложить Путину для того, чтобы лучше понять американцев, хотя он, конечно же, в наших советах, я уверен, не нуждается, но уж коли мы такую его затеяли, то я скажу вот что. Фрост выражает, как мне представляется, какую-то суть мышления сельского, что ли, то, что называется слово rural в английском языке, американца. Как-то он выражает душу, американскую душу, душу американца, как она, опять-таки, мне представляется. Не интеллектуала из приморских городов Нью-Йорка или из Лос-Анджелеса, а именно вот эта срединная Америка. Совет, этот афоризм, «Забор хороший у соседей добрых» – это из стихотворения просто «Починка стены». И я хочу прочесть его в переводе Михаила Зинкевича из книжки, которая, опять-таки, у меня стоит на книжной полке. Это абсолютнейший артефакт, уверяю вас. Это книжка издания 68-го года, которая вышла тиражом в то время, в 68-м году. Вот угадайте, каким. 35 тысяч. Ха-ха-ха, стотысячным тиражом она вышла в 68-м году. Книжка просто. Сейчас это даже представить себе нельзя, чтобы книжка стихов, да тем более еще зарубежного поэта, в переводе вышла бы таким невероятным. На сегодняшний момент это пять бестселлеров в России. Это потому, что тогда все американское считалось важным. И было важным. Писатели того времени – это Хемингуэй, Стейнбек, конечно же, Сэлинджер и Фрост примыкал к этой компании. Это были самые популярные авторы того времени. Я прочту, Саша, оттуда несколько строчек, чтобы нашим слушателям было понятнее, почему именно я рекомендую Фроста, и именно это стихотворение «Починка стены». Фрост рассказывает, как он встречает своего соседа в сельской местности. «Я навестил соседа за холмом, и, встретившись, прошли мы вдоль границы, чтобы каменной стеной замкнуться вновь. И каждый шел по своему участку, и собственные камни подбирал. То каравай, а то такой кругляш». И вот, значит, сосед ему говорит. «Сосед хорош, когда забор хороший». Вот это перевод Зинкевича, другой перевод, другая интерпретация этой строчки. «Сосед хорош, когда забор хороший». «Весна меня подбила заранить ему в мозги понятие другое», добавляет Фрост. «Ну почему забор? Он нужен там, где есть коровы. Здесь же нет коров. Ведь нужно знать, при тем, как ограждаться, что ограждается и почему, кому мы причиняем неприятность. Есть что-то, что не любит ограждений и рушит их». Вот такие вот, по-моему, очень-очень многозначительные строчки Фроста, которые стоит перечитывать всякому русскому политику, которая хочет понять душу американского народа. Я совершенно с вами согласен и тоже очень люблю Фроста. Более того, я бывал в тех краях, где он жил и держал фермы. Он всегда был фермером. Но я, конечно, не согласен с тем, что он был далек от интеллектуала. Вообще, Фрост преподавал латынь. Он кое-что знал об этом тоже. Просто его стихи лишены всякого интеллектуального снобизма. И они действительно выражают самую сердцевину американского народа, потому что это стихи простые, глубокие и метафизические. Он всегда считался поэтом-метафизиком. Но метафизика его растет из земли. И, наверное, действительно, это стихотворение о Баграде, которое, во-первых, оно очень знаменито в Америке, и, во-вторых, оно постоянно интерпретируется очень по-разному. Нужен забор или не нужен забор? Что ограждать? И является ли это угрозой забор? Или является ли это помощью? Короче говоря, это неплохая политическая метафора для любых геополитических конструкций. Но если бы меня спросили, что посоветовать Путину, то я бы сказал одну простую вещь. Путин наградил Солженицына. Теперь пора ему его перечитать или прочитать в первый раз. Пусть он прочтет Архипелаг ГУЛАГ, и тогда, может быть, славное имя чекистов исчезнет из нынешнего постсоветского обихода. Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым накануне инаугурации 46-го президента США обсуждаем отношения Белого дома к искусству. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Соломон, а теперь я предлагаю, как мы всегда это делаем, тему президентов и искусства взять в историческом контексте. Кто из президентов был самым большим меценатом? Насколько я могу судить об американских президентах, а могу я о них судить с того времени, как я стал следить за ними, как они вошли, какие эти имена американских президентов и их личности вошли в мой обиход, где-то начиная действительно с президента Кеннеди. И должен я вам заметить, что за всю последующую историю американского президентства никто, как мне кажется, не обращал такого внимания на проблемы культуры, как Джон Кеннеди. И происходило это, быть может, даже не столько из интереса самого Кеннеди, сколько вот Шершеляфан, как говорят в таких случаях, ищите женщину, сколько из-за влияния на него в этом плане его жены, которая была, конечно, совершенно необыкновенной женщиной во всех отношениях, Жаклин Кеннеди, в будущем Анасис, она бывает вот такие вот любопытные женщины, интересующиеся всем женщинам. Вот на моей памяти такой была Лили Брик, скажем, да. И Жаклин в этом смысле очень на нее походила вот таким жадным любопытством к самым разным культурным явлениям. И в частности она была, что очень удивительно, русофилкой. На таком высоком уровне, то есть на уровне президентской семьи, аналогичных русофилок, я думаю, за всю историю Соединенных Штатов не было. Соломон, но тут не обошлось и без вас. Вы ведь знали Жаклин Кеннеди? Так случилось, что у меня квартира раздался когда-то телефонный звонок. Женский голос представился Жаклин Кеннеди. Я тут же повесил трубку, потому что мне таких шуток было не нужно. Но телефон зазвонил тут же опять. Она сказала, не пугайтесь, это действительно Жаклин, вы можете мне перезвонить. Вот мой телефон. Ну, конечно, я уже тогда перезвонивать не стал и с ней заговорил. Она была огромной поклонницей Баланчина, русскоамериканского великого нашего хореографа. У меня только что вышла книга «Разговоры, диалоги с Баланчиным», о Чайковском. Она прочла эту книгу и хотела ее переиздать в мягкой обложке, в пейпербаке, ее издательстве. Что она в итоге осуществила. И с этого начались ее более или менее регулярные звонки по разным вопросам русской культуры. Она интересовалась, моим мнением, как вот такого, ну что ли, равноудаленного наблюдателя. Например, она подружилась с очень многими деятелями русской культуры и с теми, которые жили в Соединенных Штатах, с Истралинским, с Баланчиным и с приезжими, с Евтушенко, Вознесенским. И вот, значит, скажем, вот она. Андрей говорит, что он самый знаменитый русский поэт. Типичный диалог ее. А Рудик, имея в виду Рудольфа Нуреева, говорит, что самый популярный поэт Есенин. Как вам кажется? Как вы считаете? Ну вот я ее... А что вы сказали? Я сказал, что они оба очень метафоричные поэты. И вывернулся. В этом случае, что у них есть определенное сходство. Я бы не нашел. С Пастронаком есть, конечно. А Есенин и Вознесенский, с моих точки зрения, находятся по разной стороны лирой. Но скажите мне, а какая русская музыка звучала в Белом доме времена Кеннеди? Вы знаете, насчет музыки я как раз могу сказать, какая музыка звучала у президента Картера, который был большим поклонником классической музыки и поэтому большим поклонником пианиста Владимира Горовица. Горовиц тоже приходил в Белый дом на прием. Картер разговаривал с ним. И Картер, я думаю, активно слушал музыку русскую. Не думаю, что так же было и у Кеннеди. Это скорее было такое светское общение. И вот, скажем, они тоже пригласили с подачи Жаклин Баланчина, который восторженно всегда Жаклин назывался. Называл ее Екатериной Второй, Екатериной Великой. И Стравинского, который вспоминал об этом визите. Милая и очень молодая пара. Но я, говорим, Стравинский так напился, что особенно ничего не помню. Там виски хорошо разливали. А Стравинский обожал виски. Поэтому я думаю, что влияние Жаклин в плане музыки было скорее светским. Гораздо более глубокое понимание музыки было у Картера. Но, к сожалению, моему он оказался не очень удачливым политиком. Что касается Рейгана, то, по-моему, ему в основном нравилась музыка кантри. И один раз я наблюдал за тем, как он слушал, это транслировалось. Концерт камерной музыки в Белом доме. У него на лице было такое выражение, как будто ему зубы сверлят. Соломон, скажите мне, что вы думаете по другому поводу? Как вообще строятся отношения между властью и искусством? Знаете, я всегда думал о том, что в Советском Союзе было принято, когда, ну, скажем, Никита Михалков попросил квартиру у Сталина. Вот я всегда представлял себе, как Ваннигут попросил квартиру у Рейгана, скажем. Как должны строиться отношения между президентом и музами, президентом и художником? Мне кажется, что наилучший подход у любого президента, да вообще у любого политического лидера по отношению культуры, был бы такой, при котором, условно говоря, начальник страны минимально вмешивался бы в развитие культуры и позволял бы ей заявлять о себе независимо от связи с политическим курсом страны, тогда это действительно было бы такое настоящее меценатство. Потому что, скажем, меценатство, которым занимался, как мы знаем, Сталин, оно неминуемо проявляло себя также, с одной стороны, в каких-то поощрениях, в том числе и в очень существенных материальных поощрениях, а с другой стороны, могло обернуться чрезвычайно жестокими и бессмысленными карами, как в случае, скажем, расстрела Бабеля или Мирхольда, людей, которые совершенно никак не противодействовали сталинской политике, наоборот, готовы были ее поддерживать всяческим образом и просто попали вот под жернова этой политики террора, стали жертвами политики террора. Так что мне кажется, что на самом деле должна быть определенная дистанция между политическими лидерами страны и ее культурой, но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Тем не менее, в Америке происходит именно это. В Америке нет даже Министерства культуры. Каждый раз, когда я это говорю, мне не очень верят. Но, тем не менее, нет и никогда не было Министерства культуры, в отличие от всех европейских стран. Хорошо это или плохо? С одной стороны, кажется, что это хорошо. С другой стороны, вот на сегодняшний момент я знаю, что многие музыканты указывают на пример европейских стран в этой ситуации пандемии, где именно вмешательство Министерства культуры помогает существованию поставленных под угрозу институций культурных – оркестров, театров, концертных залов и так далее. И тот факт, что здесь, в Америке, как раз в наименьшей степени затронутая пандемия отрасли культуры поддерживается государством, мы здесь видим результаты отсутствия Министерства культуры. Так что как тут выбирать из этих двух зол, я не знаю. Я тоже не знаю, но боюсь, что попытка власти устроить новый золотой век ни к чему хорошему не приводит. Я прекрасно помню один такой опыт. В Голландии решили повторить Великий XVII век голландской живописи. И они предоставили художникам мастерские, фонды, гранты, чтобы они создали новый золотой век голландской живописи. Заполнили эти музеи. В скором времени оказалось, что в Голландии нет места для такого количества картин. Из золотого века ничего не получилось, получилось только затоваривание. Но я думаю, что правы вы в другом. Дело не в том, что можно влиять на создание искусства, но можно влиять на его сохранность. И в этом отношении поддержка правительством, музеев, оперы, вещей, которые существуют только благодаря тому, что они стоят дорого, их нужно каким-то образом поддерживать. По-моему, это замечательная мысль. И, например, в Англии сделали все музеи бесплатные за счет государства. И это очень правильная идея, потому что умные избиратели нужны стране. И музеи делают избирателей умнее. Кстати, в Вашингтоне все музеи тоже бесплатные. К сожалению, это не помогло, когда захватывали Капитолий. Но похоже, что те люди не ходили в музеи. Соломон, а скажите мне такую вещь. Новый президент Джо Байден. Каковы его музыкальные вкусы? Что мы знаем об этом? Байден в этом смысле загадочная личность. При том, что он очень уже давно засветился в политике, очень давно. Но о его реальных вкусах, балл, что известно. Все, что мы можем сказать на сегодняшний момент о вкусах Байдена в культуре, это только то, что ему нравится все связанное с Ирландией, поскольку сам он ирландского, как известно, происхождения. И это отразилось в том предварительном списке, который Байден составил из музыкантов к своей инаугурации. Там преобладают музыканты из Ирландии, и даже единственная заявленная классическая музыкантша, скрипачка, она тоже ирландка. Для меня самым любопытным в этом списке оказалось присутствие там знаменитейшей ирландской рок-группы U2. Она, кстати, очень популярна и в России тоже. Они ведь даже выступали в 2010 году на U2 в Москве, в Лужниках. Было 60 тысяч продано билетом, кстати, к вопросу о взаимодействии культуры и политики. Они там спели песню Дилана «Knocking on the heaven's door», стуча в райские двери, если угодно, в небесные двери. В райские врата. В райские врата, вот совершенно верно. Юрий Шевчук, который там присутствовал, тоже вышел на сцену и подпел куплет и по-русски, и по-английски. И после этого состоялась беседа участников U2 с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, в результате которой Медведев приостановил строительство дороги через Химкинский лес. То есть выступление U2 помогло какой-то проблеме, связанной с окружающей средой в России. Это прекрасный пример того, как может взаимодействовать искусство и политика. Так вот, U2 – невероятно популярная группа в Америке, и она претендует на второе место по популярности после легендарных и непревзойденных Битлз. Есть у U2 конкурент в виде Роллинг Стос, но я лично предпочитаю как раз U2. А вы, Саша? Знаете, я не такой специалист в этой области, но зато я очень люблю все ирландское. И поэтому не за счет музыки, хотя кельтская музыка мне тоже нравится, а за счет литературы Дройса, Беккета, а теперь и Макдонах. Интересно, что Ирландия очень популярна и в России. У них много общего у этих двух стран и двух культур. Да и выпить. И там, и там. Крепко любят. Но ирландская культура в Америке, она непречайно влиятельна, потому что огромная эмиграция была из Ирландии в Америку, и парад День Святого Патрика, который в этом году вряд ли состоится из пандемии, самый большой в мире именно в Нью-Йорке, где когда-то все писали муниципальные органы зелеными чернилами в честь ирландцев. Так что Байден не одинок в своих пристрастиях. Мы не знаем, прозвучит ли эта музыка на инаугурации, потому что никто еще не знает, что именно произойдет на инаугурации. Очень много тревожных сообщений. Власти боятся выступлений, власти боятся анархических взрывов. Так или иначе, все это очень нервно. Но музыку U2 мы можем услышать прямо сейчас. Итак, песня U2 «Beautiful day», «Прекрасный день», в которой солирует Бона, вокал и гитара, он же Пол Дэвид Хьюсон. Тэрин Гопура. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok